Известные блогеры из Санкт-Петербурга Масси и Саша Шпак решили закончить свои отношения, сообщив о разводе. Слухи о проблемах в семье ходили давно, но никто не хотел в них верить. В интервью Масси Шпак рассказала, что именно стало причиной развода с блогером и бодибилдером Александром Шпаком после шести лет брака. По словам бывшей жены скандального блогера, муж постоянно оказывал на нее психологическое давление и старался подмять ее под себя. В последние годы он и вовсе изменился, после чего его уже было невыносимо терпеть. Я понимаю, что я хотя бы начинаю дышать, я начинаю загораться, я начинаю снова хотеть жить. Со стороны все хорошо, со стороны все идеально, и никто не понимает, какой там эмоциональный вообще прессинг происходит внутри. Какие давления, какие манипуляции, какое-то все. Хотя он этого не замечает, серьезно, потому что он считает, это забота. Он считает, что он так заботится и проявляет свою любовь. Я говорю, ты убиваешь человека, это просто, ну, морально, я говорю, что от меня скоро вообще ничего не останется. Я только время жалею, я жалею, что я не сделала это раньше. Потому что, ну, как бы, вот абьюзы, они же что делают? Они тебя пугают. Они тебе внушают ту мысль, которую ты без него никто, ты без него ничто. Как он мне сказал, ты вообще понимаешь, кто ты без меня будешь? Пьяные валятся в канаве, а п***ные нигерные. Вот мое будущее. То есть, если не я, ты в жизни все потеряешь в этой жизни, все ты не состоишься, как человек, и закончишь свои дни в канаве. Такие люди эмоционально очень много вещи могут внушать. Шпак подчеркнула, что именно от нее исходила инициатива прекратить отношения. В какой-то момент им было кайфово от того, какие они разные. Но потом Александр начал давить. Когда я сказала, что все, я ухожу, все, мы разводимся, все такое, он сказал, что я буду тебя ждать. И я говорю, нет, нет, этого не случится. Он сказал, ну, 99,9, один какой-то доля есть о том, что, может быть, мы слишком разные. Мы настолько разные, в какой-то момент нам было кайфово от нашей разности. Но потом он настолько начал давить, у него еще идея была сломать меня, сломать мой характер, подмять под себя. Он овен, он очень хочет, чтобы было только по его. То есть в жизни существует только он, его правда, и больше ничего другого не существует. Я говорю, я отдельная личность, отдельный человек. И то есть, ну, вот на этом моменте наши отношения стали ломаться, отдаляться. То есть его как-то вообще в последнее время несло вообще просто со страшной силой. По мнению Маси Шпак, Александр поймал звезду. Хотя он в этом, вероятно, не признается. Звездная болезнь у него проявлялась как на публике, так и дома. Масе обидно, что за все это время ее знаменитый избранник так и не научился принимать ее такой, какой она есть. Она подчеркнула, что они были разными всегда, но как раз этот факт и укреплял их узы. Однако по итогу это превратилось в проблему, и пара обоюдно решила расстаться. Он, наверное, этого не признает, и, наверное, никогда не признает, у него он славил звездность. У Сашки в какой-то момент начала расти корона. Корона относительно и меня, и людей. То есть, я не знаю, я не могу. Просто в каких-то бытовых ситуациях, когда мы где-то что-то были, то есть мне такие вещи, ну, они как-то меня больно ранили, мне это не нравилось. Такие, знаешь, потихоньку причины, причины, причины. То есть, ну, человек стал меняться. Я не могла и не могу смириться. То есть, знаешь, это до сих пор, мы только вчера с ним разговаривали. И я говорю, ты до сих пор не понял, не слышишь и не понимаешь, что нельзя давить. Он не принимал меня такой, какая я есть. Он пытался меня всегда переделать под себя. Ну, то есть, и когда ты человек, может быть, не такой волевой, не такой характерный, и до этого почему у него было столько жен? У него девушки были достаточно слабые. И он сам с ними расходился. Там максимум три года, все, следующее. Максимум три года, следующее. У нас с ним в ноябре было бы семь лет. Я единственная, которая задержалась. Сначала вот мы кайфовали от этой разности. Я говорю, понимаешь, насколько мы можем быть успешными, счастливыми? Потому что то, чего не хватает у меня, есть у тебя. И мы можем этим пользоваться. Но в какой-то момент, я не знаю, что его там перекрыло. Я хочу тебя сломать, понимаешь? Я хочу тебя подавить. Я хочу, чтобы вот... Я говорю, зачем тебе нахрен надо? У него есть некий образ, наверное, девушки, наверное, чего-то. То, подо что он меня сначала лепил. Но я-то смотрела, как это со стороны заботы. Ну, я в какой-то момент стала выбиваться из этого образа. То есть я непослушная, непокорная. Меня не сломать. И у него вот эта вот навязчивая идея, вот эта вот сломать меня. Он, знаешь, иногда такие вещи, говорю, знаешь, аж зубы так вот. Блин, ну ты сломать. Я говорю, зачем ты меня хочешь сломать? Для чего ты меня хочешь сломать? Брак Масси и Саши мог закончиться еще несколько лет назад. Однако супруги, успешно зарабатывавшие вместе деньги, не смогли расстаться из-за материальной стороны вопроса. У нас есть какие-то моменты заработка, есть какие-то моменты инвестиционные, есть какие-то, ну, там настолько все сложно, что вот как раз-таки мы сейчас будем встречаться, подавать на развод официально. Просто дело в том, что он сейчас находится в Турции, и сейчас мы там достраиваем виллы, достраиваем там все, там закрываем, и Александр приедет сюда. Бюджет общий, все общее, как бы, и я как бы, делим. Делите все-таки. Мы еще в процессе, да. Но вроде бы, знаешь, пока вроде бы мы расходимся хорошо, мирно, и я категорически не хочу расставаться какими-то врагами, устраивать какие-то козни, что-то говорить о нем плохое. В принципе, есть моменты обиды какие-то, есть какое-то что, но я думаю, что мы все-таки разойдемся красиво, дипломатично и по-дружески. После принятого решения о разводе Масси уже не шпак, как она переименовала свою страничку в Инстаграме, решила вернуться в Москву. А Саша остался в Турции, где достраивает виллы, в которые ранее вложил все свободные средства. Мещанская буквально за несколько дней нашла в столице квартиру и перебралась в съемное жилье. Вид счастливой женщины привел поклонников в замешательство. Многие посчитали, что новость о расставании шпаков очередной пиар. Но жизнь оказалась намного прозаичней, и чита спортсменов-блогеров пополнила ряды громких разводов. В интервью Масси призналась, что на нервной почве ее организм дал сбой, стал отказывать во многих органах. И дальше она не в силах заниматься бизнесом в Турции, в итоге выбрала свое здоровье и свою жизнь. Я просто сломалась. Я поняла, что я даже не вытянула. Мне уже не виллы, ничего, вообще ничего не надо. То есть мне уже настолько... Я не в силах, что уже мой организм начал говорить, все, ну не дотянуй, а чуть-чуть, чтобы виллы. У нас не все так гладко было, особенно в последнее время. Организм мой стал отказывать во многих органах. У меня начала отниматься абсолютно левая вся сторона неметь. И я чувствую, что я вообще в прединфарктном состоянии. У меня полетела щитовидка до этого. У меня там, ну так, волосы вылезли, где-то еще какая-то фигня. Все на нервной почве. И поэтому я поняла, что, ты знаешь, я просто... Ну, я не вынесу. Я выбрала свое здоровье, свою жизнь. Я сказала, я нету. Я закончила немножко раньше. Несмотря на то, что Масси стала шестой женой Александра Шпака, их брак казался очень крепким. После увольнения с должности коммерческого директора, некоторые связывают это с излишней медийностью Ирины Мещанской, новоявленная супруга занялась собственным делом при поддержке Александра. Также благодаря супругу она проиграла то детство, которого у нее не было, и рассказала, откуда появилась Масси. Сашку, за что я очень к нему так отнеслась и приблизилась, можно сказать, по-своему любила. Потому что это единственный мужчина, которому я поверила, и я абсолютно вот искренне в душе чувствовала, что этот человек никогда меня не предаст и не изменит. Вообще никогда. Он попал в такой момент, я с ним полностью расслабилась. Отключила вообще все мозги, вообще все какие-то вот моменты, которые бы там сигналы бы я могла воспринимать. Я с ним проиграла то детство, которого у меня не было. То есть я смогла превратиться в маленькую девочку, пятилетнюю девочку. Откуда Мася появилась? Что такое Мася? Это же он меня назвал Мася. Мася от слова Масенькая. Маленькая Масенькая Мася. Мася, а ты что, все съешь? Я, может, тебя чуть-чуть оставлю. Корми меня. Ложечку за маму. Жизнь удалась. Мне реально было кайфово, потому что то, чего у меня не было в детстве, я это прожила, ну вот как бы он мне это дал. Это было очень важно. Вот оно как-то вот так сложилось, но, видимо, это надо было мне пройти. Я в таком опустошении, что я пока никого, ничего не хочу. Я говорю, дайте положить спокойно. А дальше я девушка активная, но без отношений. Я сразу сказала, никаких отношений, замуж больше нет, отношений нет, нет. Продолжение следует.